В администрации состоялось заседание района антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту под председательством главы муниципалитета Заура Хамирзова. В ходе заседания было рассмотрено три вопроса. С анализом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории района за 2022 год и первый квартал текущего года выступил начальник отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Адам Афашагов. Докладчикам было отмечено, что за прошлый год в межмуниципальном отделе по линии незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 11 преступлений. Раскрываемость составила 100%. За 2022 год из незаконного оборота всего изъято 689 грамм наркотических средств. Из них 138 грамм наркотического средства наркоплана и 955 грамм санкетического наркотического средства апреллигидиня, так называемая соль. 550 грамм наркосодержавшего растения конопля. Всего выявлено 39 административных правонарушений по линии нормы. Из них 30 правонарушений по ст. 69.1 КОАПРФ «Потребление наркотических средств без назначения врача». Два правонарушения по ст. 69.1 КОАПРФ «Уклонение от прохождения диагностики профилактических мероприятий, лечения от наркомании или социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача». Пять правонарушений по ст. 1 ст. 68 КОАПРФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка и без цели сбыта наркотических средств». Правонарушения по ст. 10.5.1 КОАПРФ «Незаконное противоролевание растений, содержащих наркотические средства и вещества. Таких правонарушений два было». «За вестивший период 2023 года направлено в суд одно уголовное дело по части 1 ст. 2028 КОАПРФ «Незаконный сбыт наркотиков». «Из незаконного оборота за текущий период 2023 года изъято 3 грамма наркотического вещества марихуана. В этом году всего выявили 18 административных правонарушений по ст. 69 КОАПРФ». С информацией о наркоситуации, сложившейся в районе, выступил главный врач Центральной районной больницы Заур Бихашев. «В Кашкаровском районе на начало 2023 года на учете у врача-психиатра-нарколога состоялось синдром зависимости от наркотических средств 4 человека. В первом квартале текущего года снят один человек с выздоровлением, осталось 3 человека. Это взрослые мужчины, жители района, несовершеннолетних и женщин средних нет. Употребляющих несовершеннолетних, повторяюсь, у врача-психиатра-нарколога на учете нет. Отравление ликотическими средствами, психотропными веществами за инстекцию периода в 2023 году в 2022 году зарегистрировано не было. Наркологические кабинеты ежеквартально проводят с органами внутренних дел сверки данных о рисках, состоящих в новом учете или имевших привод к поводу как правонарушения, так и фактов употребления наркотических средств, совершивших правонарушения в связи с употреблением наркотических средств, в связи с отрубными веществами и их аналогами, и состоящих в новом учете по поводу немецкого употребления наркотических средств, совершивших правонарушения не было. Врач-п Sacramento-норколог осуществляет проявление наркологических заболеваний. Медицинское осуществление осуществляет состояние опьянения. Диспансерное наблюдение. При необходимости направлять пациентов на госпитализацию, в наркологических диспансер для оказания медицинских поселок в условиях стационара. В ЦРБ имеется необходимое оборудование для проведения медицинского осуществления на состоянии опьянения и употребления наркотиков в точном, в полном соответствии с перечнем и требованием порядка оказания данной помощи. В процессе обсуждения особое внимание членов комиссии было сосредоточено на формировании негативного отношения молодежи к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, мотивации созданию условий к ведению здорового образа жизни. По третьему вопросу повестки дня о проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками доложили главы Игнатьевского и Герухайского сельских поселений. На заседании было отмечено, что необходимо продолжить профилактическую работу в молодежной и подростковой среде. Для положительного результата необходимо объединение усилий органов профилактики, здравоохранения, полиции и органов местного самоуправления.